Музыка У меня нет бороды и нет айфона Все будет вареку, пока качает магнитола Магнитола, магнитола Все будет с небес, мы курнули Хай бро! Здорово пацаны! Всем охуенного баса! Сегодня выпуск про магнитолу Выбор магнитолы, мое мнение о магнитолах И моя магнитола И почему она Итак, короче, начнем с маленькой истории На семерке у меня Ну у меня была до этого семерка Да этот, блять 2107 вас Там стояли Panasonic, что-то JBL, GVC Короче, хлам стоял Ну меня устраивало там, в принципе Не особо Какие-то вложения в музыку были Куча бэушек была Потом купил Deo Nexio Там, кто знает, во второй версии Ну Deo Nexio 2, там N150 Стоит двухдиновая штатная магнитола Кларион Сейчас уже не Кларион, кстати Сейчас какая-то немного другая Ну в принципе устраивало магнитола Настроек особых не было Ну что сказать Один выход линейный Ну и все Ну не особо, короче Даже AUX, по-моему, не было Может и был Вроде не было Не было даже AUX Играло только от дисков Флешки не было И при Когда я решил Более-менее музыку собрать Как сиальную Я взял усилитель 490 Кикс И Блины пионеровские Не помню модель Самые дорогие Короче, у меня видео были Там 2500 они стоили Тогда И спереди у меня Кто знает Десяточки стоят Тоже пионеровские Тоже там Самые дорогие Из Из десяток Ну там не дороже штуки Они стоили И вот такую Это был Временный выбор Это то, что я покажу То, что у меня в NXI стоило Вот такую магнитолу Я купил Это Обычная Без дисков Потому что я знал Что диски я точно Сушать не буду Почему это? Потому что Я выбрал Я, потому что Здесь Две пары линеек было Это единственная Магнитола была С USB-шкой И с двумя линейками Не знаю Написано Не написано Не написано А вот Написано Две RCA Ну ближе Не буду показывать Вот здесь написано Два выхода RCA Я купил только из-за этого Потому что Мне надо было Подключить Четырехканальник Так Это была временная Кстати У меня на ней Один выход RCA Сгорел Сам по себе Я не выключал Не включал Просто ехал Не знаю В чем причина была После того Как у меня Сгорело RCA Я его починил И подарил Другу Магнитолу Я купил Вот такую Sony Xplot GT575 UE Я ее взял Из-за 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 Тут тоже Две пары Линеек было А Это короче Самое Было дешевое Магнитол С двумя Линейками И Подсветкой Со сменой Подсветки Она мне простояла Больше года Магнитола Очень понравилась И когда я уже Начал новый проект Собирать на Альфарде Мне уже Нужны были С тремя RCA Выходами Потому что У меня шло На акустику Четырехканальник У меня до этого Было Мостом На сап И Два канала Раскинуты На Тылый фронт Там как бы Получалось По 8 По 8 Ом На канал То есть 90 Ватт он давал Колонки были Где-то по 35 И в принципе По 35 На них Вровень не приходило Играло хорошо Так На альфарде Начал собирать А Это у меня Стояло еще На пионере Начал собирать На альфарде Сначала Сушил от нее Ну Неплохо Честно говоря Флешка Начала тупить Там немножко На На басухе Скидываться Сбрасываться И короче Я эту магнитолу Поменял На пионер 52 2 0 СД Там было Три линейных Выхода О Что-то Затягивал Опять эту телегу Короче Там было Три арца И только Из этого Поменялся Там еще Кстати Дельфинчик Этот был На экранчике Здесь никаких Заставок Не было Здесь обычный Экран Сразу поставив Пионер 52 Сразу же Ухудшение Звука Сразу Фон Появился Сразу же Как сказать Звук Короче Холодный Стал Вот это Вот это Магнитола Советую Кому Жалко Деньги На Пионер На Алпайн Вот советую Это Вообще Середина Если мне Короче 80 Пионер Не понравится Я возьму Что-то Из линейки X-Pro Кстати Тут еще Написано Что Типа Новейший Звуковой Механизм Тут Процессор Не процессор А Микроконтроллер Нарисован И Типа Приглушение Всяких Звуков Настройки Тут Кстати Непонятные Короче Не знаю Посмотрите Обзор У меня Этой Магнитол Все равно Уже Нету Вот Единственное От этой Магнитол У меня Остались Очень Хорошие Впечатления Вообще Супер Впечатления От этой Магнитол У меня Остались Кроме Флешки Флешка Тупанула Что-то У меня При Басухе Без Басухи Все Нормально После 52 Так Я Сдавал Ремонт Посмотрели Сказали Все С линейками Нормально Я ее Слил Короче Эту 52 И Купил Дэн Где у нас Дэн 7650 Тоже С тремя Рца С тремя Рца Что тут Еще Блютуза Нету Это Самая Была Дешевая Магнитола С тремя Рца Пионеровская Пульт Даже Кстати Был На 80 Такой А это Магнитоле Что я могу Сказать По отзывам Написано Что она Чуть хуже Играет 80 Пионера Такие Же Остались Наводки Как После Смены На 52 Заметьте На Сони Вообще Наводок Не было Не знаю В чем Причина Фильтром Убил Наводки Ну В принципе Доволен Был Этой Тоже Но Звук Все Таки Был Не такой Как На Sony На Sony Звук Был Лучше А Еще Перед Этой Магнитолой Я купил Пионер 197 Или Что-то Такое Не помню Название Поставил Ее Короче И Просто Баса Нету Вообще Бас Пропал Как я Не настраивал Я И паренек Из магазина Настроить Не могли Бас Просто Нет Сразу На следующий день Отдал Манитолу Куплю Эту Сразу Басуха Есть Все Есть Ну Это Подведем Итоги И Вот Наш Дубль 2 И Вот Короче Наш Сегодняшний Как Сказать В честь Честь Него Мы Сегодня Снимаем Наш Видео Ролик Это Магнитола Пионер Д80 ПРС Значит Процессорная То есть Процессорная Почему Это Магнитола Потому Что Она Досталась Не за 10 Тис Только Из-за Этого Если Она Стоила 15 Я Б Е Не Купил Так Как Она Попалась Мне За Десятку Все Вопрос Был Отметен Сразу Десятку Кидаешь Нахуй И Все Завираешь Магнитол Короче Если Сейчас Если Взять К сравнению Мою Приведущую Магнитолу Которую Я Вчера Продал Вот Эту Вот То Она Сейчас Стоит В районе Восьми Тысяч Это Обычная Магнитола Без Каких То Там Новородов Даже Блютуса Нет Вот Эта Магнитола Досталась Бу Десять Есть Разница Конечно Есть И так Еще Прошу Заметить Пионер Сони Самый Дешевый Пионер Был Я не помню 1200 Там Еще Что-то Скидка Короче Штуку Он стоил Еще До Всех Этих Повышений Сейчас По-моему Две С чем-то Стоит Я Прошу Обратить Внимание На Коробке Красочная Красивая Тут 2 РЦА 50 Ватт Медиа Центр Север Аудио Квэт Аудио Качество Звука Че тут Блядь Ладно Тут Новейший Звуковой Механизм Квейт Тюнер Саунд Энерджи Эдвенцед Двухстороннее Управление Музыкой С айфона Микс Трекс Вов Он РЦА Андроид Айфон Эйпл Все Белая коробка Не покрашенная Все на английском С небольшим указанием Составляющих Есть СД Айпод ЮСБ Блютуз Эргрейвер Какой-то Короче Минимальная Красочная У нас упаковка Минимальная Ладно Сейчас проведем Анбоксинг Поехали Распаковываем Пионер Сразу Глюб Ушный Мешок Пульт Пульт Кстати от моего Пионера От того Я думаю Подойдет Пульт Короче Вот такой Вот РЦА Это скорее всего Если у вас А бог его знает Почему он такой Оборванный Для чего Не знаю Короче Так Также от моего Старого ЮСБ И провод Потому что Там идет ЮСБ С задней стороны И получается Вы либо Выводите его Куда-то Ну короче С задней стороны ЮСБ Далее Микрофон Для Звонка По блютузу Вот эта штучка Это автонастройка Метолы Так Коробка Сама Панелька Ну в принципе Сама мы Метола Ну как обычно Ничего Сверх Естественного Очень удобно Так Вот в принципе Для смены диска Вот так она Открывается По сравнению Например С 99 И 88 Процессорными Там она Открывается Намного Интереснее Мягче Тут Как-то Сдешевили Очень сильно Так Выход Антенны 3RCA Ну Подача питания Выхода Ну короче Фишка выхода И вот еще Крайний УРЦ Не знаю Что такое Е2 USB Можно В принципе Через два Такие габели Вывести 2 USB И переключать Их Немножко Поцарапан Вообще Чутка Поцарапан Не знаю Видно Будет На свете Царапана Издалека Немножко Поцарапан Кстати На этой Магнитоле Еще Если Вы Не Используете Усилитель Магнитолы То Можно Его Отключить Только Что-то Я не вижу Где Тут Вот Кстати Еще Два Выхода Один Для Микрофона Второй Для Настройки Для Автоматической Кстати Надо Попробовать Как Он Настроит Короче Не Вижу Я Этой Фигни Может Она Сверху Вот Нашел Вот Переключение Находится Здесь Вот Здесь Вот Рычажок Туда Сюда Написано ДСП Мод И СТД НВ И Переключатель А Не Вру Тут Их Два Переключателя Это Вот Этот Переключатель Еще Здесь Есть РЦА Вход А Это Включатель Левый Правый Л Л Короче Надо Углубляться Сейчас Почитаем Короче Нашел Книжки Так Вот Этот Сверху Который Я показал Где он Находится Короче Который Выше Находится Тут Идет Переключатель ТОКО Видел ТОКО А Вот Короче Я его Закрыл Вот Здесь Находится СТД И НВ СТД Это Стандартный Усилитель Магнитолы Если Вы Не Пользуйтесь А Пользуйтесь Внешними Усилителями Через РЦА То Ставите На НВ НВ Это Уже Чисто РЦА Отключается Сам Усилитель Далее Вот Здесь Есть Два Выхода РЦА И Вот Здесь Написано РЦА Выход Сигнала Так Л Это Низкий Если Выход Сигнала Подается С выхода РЦА Внешнего Устройства И H Это Высокий Если Выход Сигнала Подается С выхода Громкоговорителя Внешнего Устройства Короче Это Вход Да Хуй Знать Чего Это Вход Короче Он Не Нужен Наверное Большинству Про Него Забываем Здесь Ставим На НВ Если Через РЦА Слушаем И В принципе Все Вот Весь Процессорный Магнитофон Короче Еще Дополню Видео С тачки Тачки Воткну В принципе Там Недолго Не буду Пока Подключать Этот Автонастроивать Сам Настрою Что Такое Свой Это Выход На САП Самая Нижняя В принципе Все Дополню Еще Видео Из Тачки Ладно Давайте Переходим В тачку Еще Мернут Так Смотрите Короче Хотим Больше Баса Больше Фона Берем Пионер Хотим Больше Качества Меньше Баса Берем Алпайн Если Хотим То И Другое Берем Сони Советую Сони Неплохие Магнитолы На мой Взгляд Ладно У меня Нет Бороды И Нет Айфона Все Будет Варик И Пока Качает Магнитола 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 Все Будет Зэпись Мы Курнули Гидропон Магнитола 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 Магнитола